Хвалите Господа Хвалите горы и поля, Хвалите ветер и туман, Хвалите струны и орган, Хвалите горы и река, Хвалите горы и поля, Хвалите ветер и туман, Хвалите Бога. Хвалите, Господа, с небес, хвалите Бога. Хвалите, ангелы Его, хвалите воин Своего, Хвалите, Дело и земля, хвалите солнце и луна, Хвалите, Ангелы Его, хвалите воин Своего, Хвалите, Небо и земля, хвалите Бога. Хвалите, Господа, с небес, хвалите Бога. Хвалите, Господа, с небес, хвалите Бога. Хвалите суша и вода, Хвалите öld о위онях, Валите птицы и облака, Хвалите люди и хлебета Хвалите суша и вода, Хвалите nuoесто и высока Хвалите птиц и облака, Хвалите бога Хвалите Его, хвалите, Славу Царю несите, Господа вас уволяйте, Славу Ему воскайте. Слава Господу, дорогие братья и сестры, в этот воскресный день мне приятно видеть всех вас в церкви, и я искренно желаю поприветствовать всех вас в Доме Божьем. Слава Богу, друзья, что Бог дал нам хорошее и благоприятное время, здоровье, силы, искреннее желание, чтобы посетить и Дом Божий, и сегодня поклониться Господу Богу вместе. Друзья, церковная молитва, общение народа Божьего с Господом, он так всегда желал, чтобы видеть вместе народ, и он даже два человека, когда вместе, он рад и сказал, что если у вас двое или трое, я буду вместе с вами. Друзья, это великое благословение собраться в таком количестве, все вместе, чтобы прославить Господа. Хочу сказать, для нас оставлен великий подарок неба, великий подарок Господа. Это святое Божие Слово, это такой источник духовный, который исцеляет души людей, это такой источник духовный, который утоляет жажду души человека, это такой источник, который делает человека вечно живым. И когда-то Господь сказал, что та вода, которую я дам ему, она сделается в нем источником и текущей в жизнь вечную. Здесь, друзья, при слышании Божьего Слова и открытого сердца, получается великое чудо перерождения человека, воскрешение, воскресение мертвой души для вечной жизни. Здесь очи Господа обращены на народ, здесь присутствие Духа Святого, когда Божье Слово опускается на сердца людей, и оно уподавливается дождю, снегу и, говорит, как дождь и как снег, делает землю, способную рождать и произвращать, другими словами, жизнь дающую. Точно так же и Слово Бога, друзья, оно жизнь дающее, оно Слово благодати, оно Божье Слово, в Нем открыто сердце Бога, в Нем открыта воля Бога, в Нем есть сила, чтобы дать жизнь для всякого сердца. Апостол Павел говорит, Слово Господне, да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. И я хотел бы еще вспомнить о том, что сегодня мы поем псалмы, и псалмы, они тоже присутствие, ну, приносят познание Господа и познание Его Слова. И хочу сказать, и добавлено в послании Колосси нам, где сказано, и говорит, вразумляйте и научайте друг друга псалмами, славословием, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Друзья, давайте мы попросим благословения, чтобы это собрание было под взглядом Бога, чтобы оно наполнено, было присутствием Его Слова и Духа Святого, чтобы всякое сердце исцелилось сегодня и получило богатство от Божьей благодати. Друзья, по молитве и по жажде нашей Бог обязательно пошлет. Давайте помолимся Господу Богу об этом. Аллилуйя! Святой Господь, мы желаем молиться Тебе, чтобы это время пребывания народа Твоего в церкви, оно было благословенным Тобою, Отец. Мы нуждаемся, чтобы очи Твои небесные были обращены на всякое сердце, пришедшее предсвятое лицо Твое. Благослови народ Твой, Господи, присутствием Твоим, благослови Словом Твоим, Господи Боже мой, обильно до разлива напомни сердца чудесным исцеляющим Словом Твоим. Сила Твоя, Господь, да почиет на народе Твоем, Боже, соверши чудеса Твоей вечной милости в душах людей, возрождая к вечной жизни, направляя наши очи и сердца к небесам святым, открывая щедрую руку благодати Твоей для народа Твоего, яви свою славу на этом месте, Отец. Ты имеешь благословение для детей Твоих, я верю, Ты явишь славу Твою здесь, Ты совершишь чудеса Твои, Господи Боже, Ты воздвигнешь милость Твою для всякого сердца, пришедшего пред лицо Твое. Помилуй, Господи Боже мой, будь милостив к нам, открой этот поток живой воды, чтобы он мог утолить жажду души и исцелить разбитые сердца. Я молюсь за тех, кто пришел со скорбью, с переживанием, с болезнями, с утратою, Господи, с обидаю. Отец, протяни Твои сильные руки для того, чтобы совершить победу Твою. Изгони дьявола из мыслей и сердец, наполни собою, Господь, всякое сердце, благослови Духом Святым, облако Твое пусть опустится на это место, совершая чудеса Твои, дорогой Отец. Благословен, но вечное имя Твое. Наши песни Тебе, наши славословия Тебе, наше поклонение Тебе, Господь. Наша слава только Тебе, Отец. Во имя Отца Сына и Духа Святого. Амин. Все вместе будем петь Псалом под номером 1324. Хвала Тебе, О Боже мой! Хвала Тебе, О Боже мой! Великим Царь, не без земли, все покоряется Тебе. Они несут и на земле, и все обойтся Твоего. Хвала Тебе, О Боже мой! Хвала Тебе, О Боже мой! Хвала Тебе, О Боже мой! И нет другого на земле, чтоб называть великих морков, и в тире чудном свете небес. Сиянье славы вечна, Тебя усладит буду я. Спаситель мой сердечный, и тут живет любовь Твоя. Народ из Божьей нам довою, поверью, великий мир, и великих отца, сердца подзем, великих тропою. Тебе, О слава, мой Господь, Тебе благодарение, чтоб небосущий нам даешь. Ты мир свой поцелуешь, как чудно все вокруг с тобой, И сердце радостно полняет, когда на единстве с тобой. Мой Бог, я пребываю Тебе и Слава и Хвата. Тебе благодарение за то, что власть убил меня. Ведь Ты мое спасенье, о, варилучий слава, Тебе благодарение, Тебе мою небесную, Великий свет мою спасенье, о, варилучий слава, Тебе благодарение, Тебе мою небесную, Великий свет мою спасенье. Этот мир ожидает явления чего-то великого. И в мир должен прийти сверхчеловек, Антихрист, который возмечтает отменить праздничные собрания, Который будет хулить Бога, Который сядет в храме и выдаст себя за Бога. Друзья, это будет трудное время для любящих Бога людей, Потому что будет убиваем всякий, Кто не поклонится Ему, И образу Его, И начертанию Его. Но хочется сказать, что Он не откроется до тех пор, Пока в среде будет удерживающий. Дух Святой, друзья, контролирует сегодня эту ситуацию. И доколе Дух Святой будет на земле, друзья, Доколе Он будет совершать свою работу спасения, Антихрист не откроется. Он ведет великую работу по спасению людей. Когда войдет полное число язычников, Дверь благодати для язычников закроется. Мы живем в благоприятное время, друзья, И эта работа Духа Святого не только по удержанию этого, Но она усиленно ведет Дух Святой работу, Чтобы приготовить нас к небесной жизни, К Царству Его, Ко встрече с Иисусом Христом. На облаках небесных в тот день будет чудесная встреча, Но не всех людей, которые называются верующими, Тех людей, которых живет Господь в сердцах, Где трудится Дух Святой, И где Он сумел произвести перемены Свои. Мы сегодня с вами в чудесное время и в обстоятельствах, И наша молитва нужна еще, Для того, чтобы Дух Святой и в этом собрании потрудился над нашим сердцем, Чтобы эти часы, проведенные здесь, были полезными для нас, Чтобы Дух Святой смог достигнуть цели, Которую Он наметил сегодня совершить в этом собрании. Давайте мы еще раз откроем наши сердца, друзья, Для Духа Святого. Давайте искренно-искренно в тишине своего сердца Поговорим с Господом и Духом Святым, Попрося у Него, чтобы Он больше и больше потрудился в нашем сердце. Давайте мы еще раз помолимся. Поговорим с Господом и Духом Святой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отец, всякого милосердия, Господь, всякого благоволения, народ, церковь, дети Твои сегодня согласились в молитве и прошении с благодарением предстоять лицу Твоему, чтобы ожидать движения благодати, ожидать движения Духа Твоего, который совершает работу, обновляя и преобразуя сердца сынов человеческих и делая способным жить и прославлять Тебя в силах и душах наших. Господи, тому сегодня собрание народа Твоего, Господь, предславают Твоей, чтобы ожидать движения благодати, ожидать движения силы Слова и Духа, проникающего до разделения души и Духа, составов и мозгов, судящих намерения и помышления сердечные, дабы всякий, пришедший во свет Твой, Он был способен услышать слова благодати и истины, слова проникающие, слова преобразующие и действующие Духом на сердце человеческое и меняющие образ жизни и мышления, характер и взгляды и намерения во славу Твою, Боже. Сегодня церковь, народ согласились нуждаться в Духе Твоем, Господи, чтобы Твоя слава опустилась, как она опускалась в первый храм, Господь, что священники не могли стоять от присутствия славы Твоей, Господи, мы нуждаемся, чтобы Твоя слава, она опускалась Духом Святым и Твое благоухание, оно наполняло это здание. Аллилуйя Тебе, Дух Святой, во имя Иисуса и злей Твое помазание благости и милосердия, чтобы всякое нечестие, всякая неправда, всякая сквер на плоти и Духа, она была очищена и обновлена Словом благоволения и Духом милости Твоей, чтобы всякий, пришедший с временами Господь, который томит и угнетает его сердце, он был освобожден во имя Иисуса и победа Твоя совершилась. И Слово, действующее со властью, проникая, Господи, развязывало эти узлы, которыми связаны многие, приходящие пред славу Твою, Отче, освободи те сердца, которые сегодня порабощены пьянством, бесшинством и всяким развратом, Господи, во имя Иисуса, освободи таковы, Господи, чтобы власть и сила крови Сына Твоего, она достигла совершенства собраний детей Твоих. И всякий, приходящий, он чувствовал, что Ты, Бог святой и верный, и от славы Твоей бежит всякая нечесть, всякая неправда, она не может устоять собраний святых Твоих, Господи. Мы ожидаем этого движения силы, могущества Духа Твоего, Господи, чтобы нечеловеческие уста Духа Твоего провозгласили Твою перемену и свободу во славу Твою, Господи. Ибо мы ожидаем Духа Твоего, Господи, мы ожидаем излияния славы и силы, обновляющей и действующей могущественно, Господи, чтобы хромлющие они вскочили, слепые увидели хромые, они возрадовались от славы благости Твоей, Отец. Ибо народ Твой ожидает этого обновления и движения силы Твоей, Господи, чтобы Твое милосердие, Господи, совершилось, и поток благодати проникающей, Господи, достигал всякого совершенства в нас верующих. Отче, чтобы мы не хромали и не уклонялись от простоты, но в смирении сердца Твое достигали обновленного Духа, Господи, и припоясывая чресла истинной, Господи, были верны пред славою Твоею, Отец, освяти это собрание, освяти проповедующих, поющих, говорящих во имя Твое, Господи, чтобы Слово Твое, оно имело силу для достижения сердец народа Твоего, и поток благости Твоей открывался бильно в устроении и в созидании наших отношений с Тобою, и друг с другом, Господи, да будет слава Твоя и сила благости на всем этом собрании, а мы Тебя за все благодарим, Отца, Сына и Духа Святого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 8 сентября у нас будет благословение детей, ведению всех молодых семей, но сегодня по причине жизненных обстоятельств, Одна молодая семья попросила, чтобы мы помолились и благословили, совершили благословение ребеночка. Мы это сделаем с радостью и с охотой, потому что, знаете, в жизни людей и дороги бывают, и все, и они хотели бы благословить ребеночка. Я прочитаю несколько слов из Святого Писания, со второй главы Евангелия от Луки, с 22 стиха. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развержающий ложи сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Прежде всего, дорогие братья и сестры, это повествование Божьего Слова относится к жизни младенца Иисуса Христа, когда Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса Христа в храм. Весь христианский мир учится от Господа жить и совершать служение. Это был день, когда младенец был посвящен Господу. Это было посвящение Господу Отцу Небесному, и так, Господу Богу, этого младенца. Это был хороший пример для подражания всем людям. И хочу сказать, что на этом месте всякий раз, когда мы совершаем благословение детей, это ничто иное, как посвящение ребеночка Господу Богу. И, безусловно, последствием этого посвящения является прежде всего Божье благословение. Невидимая, но простертая рука Небесного Отца касается судьбы и жизни этого дитя. И Господь ложит какую-то печать невидимую на его судьбе. Этот ребеночек посвящен Господу. А наши молитвенники, группа молитвенная, иногда встречаются с тяжелыми последствиями, когда дети были посвящены нечистым силам. И, кажется, невидимой в жизни этого младенца, но он жил в семье колдуна и был посвящен нечистым силам. И жизни в этих людей нет. И проходят года и десятилетия, и жизни почему-то в этих людей нет. И они доходят иногда до старости и не видели жизни. И я скажу, выявляется, оказывается, эти дети были посвящены темным силам. Но на этом месте, друзья, наши детки посвящаются Святому Богу, Который охраняет их от всякого проклятия, от всякого несчастья, ограждает от всех этих темных сил. И написано, дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Слава за это, Господу Богу, друзья! Еще хотел бы буквально пару слов сказать. Но не только ребенок, принесенный пред лицо Господа Бога, имел там значение. Родители, родители должны были и принести какую-то жертву перед Господом. Это в ветхозаветнее время. В наше время, друзья, является этой лучшей жертвой, перед Господом. Это молитва. И когда родители молятся о детях своих, они благословленные дети. Я лично и сам в своей жизни, когда меня Господь крестил Духом Святым, и когда первый раз в моей жизни я услышал слово от Господа, когда было пророческое слово, и Господь сказал, «Я благословил тебя с того дня, когда мать над колыбелью твоей просила благословения о тебе». Друзья, это была материнская и отцовская молитва за ребенка, который еще в пеленках лежал, новорожден, и, видно, привезли его, или, может быть, даже и, ну, с роддома, и совершалась какая-то молитва. Ну, не знаю, какое время, но Бог так сказал. Бог помнил эту молитву. Бог знал, что за меня молились. Поэтому и сегодняшняя молитва, благословение, она будет иметь тоже значение на всю жизнь этого дитяти. Пожалуйста, пройдите, побегали сюда вперед. Дорогие братья и сестры, мы поднимемся. Николай Петрович выйдет сюда, на кафедру, чтобы помолиться, а я опущусь, чтобы за ребеночка помолиться. Будем молиться, братья и сестры, с этого маленького ребенка, за родителей, чтобы Божие благословение почало на нем. Молимся. Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что мы можем приносить наших детей пред лице Твое Святое, и Ты имеешь огромное благословение для нашего потомства. Господь, слава, слава Тебе! Ты Бог благий, Ты Бог добрый, Ты благословляющий Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя Тебе, Господь, за то, что мы переживаем Твое благословение в нашей жизни. Среди, Господь, наших детей мы благодарны Тебе. И сегодня, Господь, вместе с родителями, церковь Твоя, мы приносим пред лице Твое Святое, этого ребенка, чтобы Ты благословил его, чтобы Твои благословляющие руки легли на него, чтобы Ты сохранил его в этом мире, сохранил его от темных сил, сохранил его от проклятия, сохранил его от испугов, сохранил его от различных болезней. Храни его, Господь, когда он будет дома, когда пойдет он в садик, когда пойдет в общеобразовательную школу. Храни его! Детство, отрочество, юность, всю жизнь, Господь! Мы вместе с родителями посвящаем его Тебе, Господь! Мы славим Тебя! Мы благодарим Тебя! Ты слышишь эту молитву! Ты слышишь молитву церкви! Ты слышишь молитву родителей, Господь! И мы верим, что Ты благословляешь! И Твоя ограда, и защита Твоя будет всегда в жизни этого ребенка. благослови родителей, дай им мудрости воспитывать его правильно. Господь, руководи, направляй их сердце, да будет Твое имя прославлено и возвеличено Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Чудная милость, Божья, больше моих грехов, Но описать, как нужно, не нахожу я слов. Бог сокрушил обувь, снял им мой сильный грех, я счастлив благодать Христова Жизнь дает. Аминь. Чудная милость, Божья, аминь. Аминь. Божья, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще вместе с вами хотелось бы сказать Слава Богу за сегодняшний день, за то, что мы в доме молитвы. И Бог дал нам эту возможность, Дух Святой влек нас на это место. И я верю, как пропели мы, что благодать Божия будет трудиться в наших сердцах. Бог это делает ежедневно в наших собраниях. И хотя мы иногда не видим той работы Божией, но она происходит в нашей жизни. Бог трудится. Я прочитаю. Я прочитаю несколько мест священного Писания перед нашей молитвой. И первое место я прочитаю 22 глава Матфея с 37 стиха. Здесь один из законников, искушая Иисуса Христа, хотел услышать от него, какая наибольшая заповедь. Может быть, кто-то в этом зале сидит и думает, ну что очень важно исполнять в жизни христианина? Или что очень важно исполнять, когда я стану христианином? И смотрите, что сказал Иисус Христос вот этому человеку. И это актуально сегодня и для нас. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. «Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Когда читаешь эту заповедь и вникаешь глубже, о чем Бог говорит, здесь Бог говорит о том, чтобы все наше естество, наша душа, наш разум, наша крепость, наша жизнь любили Господа. Любили того, кто прежде нас возлюбил. И Бог этого хочет от нас. Бог, даже если так сказать прямо, требует, чтобы мы любили Его, потому что Он, Он прежде нас возлюбил. И каждый, сидящий в этом зале, ощущал Божию любовь по отношению нас с вами. И, конечно же, братья и сестры, Бог не хочет, чтобы мы с вами делили свою любовь еще на что-то в этом мире. Бог хочет, чтобы мы любили Его, потому что Он – источник благословения. И Он даже ревнует нас, когда мы где-то свою любовь отдаем на что-то другое. Бог ревнует и не хочет, чтобы мы этого делали. Сатана, напротив, он не ревнует нас. Он иногда предлагает нам – служи Богу, но не забывай и меня. Не забывай грех. Сатана не испытывает такого качества, как ревность. Он, наоборот, доволен, когда христианин служит и Богу, и где-то заигрывает с грехом. Бог этого не хочет. Бог хочет, чтобы мы полностью были преданы в любви к нашему Богу. Это требование Божие. Это заповедь Божия. И вы знаете, я сегодня, вкратце, хочу остановиться на первой любви, которой, я верю, было в жизни каждого. И верю, что она во многих и сегодня. Это очень хорошее качество, когда мы имеем любовь в нашем сердце. Не заменишь никакой-то музыкой. Даже, я вам скажу, семейным уютом. Какой бы он хороший не был, семейный уют, но если нет любви в Божией, вы знаете, это ничто. Но когда любовь Божия наполняет наше сердце, это гармония. Это тот двигатель, который помогает нам трудиться, помогает нам прощать, помогает нам сносить немощны, помогает нам правильно смотреть на весь этот мир. И я сегодня прочитаю перед молитвой одно из мест, которые сказал однажды Господь Ефесской Церкви. И вкратце остановлюсь на тех событиях, которые были тогда, вот именно в этой церкви. С первого стиха буду читать. И ангелу Ефесской Церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил, первую любовь твою. Итак, покайся. Итак, вспомни, откуда ты не спал. И покайся, и твори прежние дела. «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Вот такие слова были сказаны церкви Ефесской, самим Господом. И первое, о чем Иисус Христос сказал здесь, «Я знаю твои дела». Я не думаю, что кто-то в этом зале смог бы опровергнуть, что Бог знает наши дела. Он знает наши мысли сегодня, вот в этом зале, о чем мы думаем. Он знает, как мы ведем себя дома. Он знает, как мы ведем себя на работе. Бог знает наши дела. Абсолютно каждая минута нашей жизни она известна Господу. Я помню одно из свидетельств нашего брата, который свидетельствовал, когда он покаялся. И он думал, главное, чтобы не видела жена, не видели близкие, родственники, верующие. И когда он покаялся, он не мог бросить курить. И он тайком, прячась, скрываясь, он покуривал. Время от времени он где-то покуривал. И думал, что никто об этом не знает. Даже Господу нет дела до этого. И вот однажды, когда он пришел на молитву, он сам свидетельствовал. И Бог говорит к нему, я знаю, что ты тайно делаешь. Оставь этот грех. Он был в большом удивлении. Это был новобращенный человек. И он думал, Господи, а я об этом и не подумал, что ты-то знаешь, ты видишь меня, когда я скрываюсь, когда я прячусь от глаз, от глаз людских. Ты это видишь, братья и сестры. Бог знает нашу жизнь. Абсолютно она видна Ему. Когда мы ведем себя где-то недостойно, Бог видит. Когда мы где-то не проявляем любовь, живем не по Писанию, живем не так, как надо, Бог знает. Но Бог также знает, когда мы молимся, когда мы служим Ему, когда мы что-то особенное делаем Ему. Здесь Бог говорит этой церкви, что все я знаю. Знаю и труд твой, и терпение твое знаю. Знаю, что ты не можешь сносить греха. Тебе этот грех неприятен. Но вы знаете, Бог сказал здесь очень важные слова. Они сегодня звучат и для нас. Но имею, имею против тебя то, что ты оставил. Первую любовь свою. Братья и сестры, как важна любовь наша к Богу. Как важна любовь наша, когда мы несем какое-то определенное служение. Как важно, чтобы это мы делали с любовью к Богу. Я люблю, Господи, тебя, поэтому пою в хоре и буду стараться петь это от всего сердца, от всей души, потому что это славит тебя. Я несу служение милосердия, я люблю тебя и буду это делать от всей души, от всего сердца, так, как для тебя, потому что это приятно тебе. Ты этого хочешь. Но, братья и сестры, заметьте, можно трудиться и не иметь любви. Можно делать очень многое, но не иметь любви с самого важного стержня в нашей жизни. Я часто наблюдаю иногда за своими детьми, особенно, когда они были маленькими. Когда я поручал что-либо делать им, я видел, как они делали это с любовью. И мне было приятно. Но я видел, когда они что-то делали по закону. Я отец. Я попросил. И когда они один, и два, и три раза делали это без любви, вы знаете, мне неприятно было. Я даже отстранял. Говорю, не надо. Не надо мне одолжение. Я сам это сделаю. Нам, родителям, приятно, когда наши дети что-то делают для нас только потому, что любят нас. Любят нам, людям, это приятно. Бог что-то подобное требует от нас, чтобы все, что мы не делаем здесь, на Ниве Божьей, мы заглянули в свое сердце. Господи, как я это делаю? С любовью ли к тебе? Или, может быть, какие-то другие мотивы двигают мною? Может, то, что тебе неприятно? То, что ты не хотел бы видеть? Я думаю, каждый помнит или сейчас знает, что такое первая любовь. Вы знаете, приятно. Приятно иметь вот это качество. Вы знаете, никто не заставляет тебя читать Слово Божие. Ты просто жаждешь. Ты жаждешь его читать и днем, и ночью. Любовь к Богу. Вы знаете, на молитвенные служения не надо заставлять. Любовь двигает. Господи, я хочу общаться с Тобою. И какое бы молитвенное служение не было человеку спешить туда. Любовь наполняет его сердце. У него в сердце есть желание общаться с Богом, иметь вот эти близкие отношения с Богом. Просто загляните в свое сердце. Есть ли то, что, может быть, было раньше? И далее, конечно, Господь говорит очень интересные слова для этой церкви. И выход показывает. У Бога всегда есть выход. Сатана иногда показывает тупик человеку. Но у Бога всегда есть выход. И вот в данном случае Господь, показав, что эта церковь трудится, очень много хорошего делает, но есть то, что не должно быть среди народа этого. Они оставили первую любовь. И Господь советует этим людям вспомни, откуда ты не спал. Вспомни то время, когда горел для Бога, когда старался для Господа. оглянись просто назад в своей жизни, может быть, десять лет тому назад, может быть, несколько лет тому назад. Вспомни, каков ты был. Ты готов был бежать на труд, на Ниву Божию. Ты готов был бежать на любое молитвенное служение. Ты видел нуждающихся. Я, вспомни, если потеряна эта любовь, вспомни, какой ты был. Вспомни, как читал Слово Божие, молился, постился, вспомни. И когда ты вспомнишь, когда ты сравнишь сегодняшнюю жизнь с прошлой жизнью и найдешь, что что-то неправильно, я потерял эту любовь. Я потерял то, что имел когда-то. Бог советует дальше. Когда человек вспомнит, Бог предлагает покаяние. Я часто говорю, братья и сестры, не только неверующим людям надо покаяние, но оно нужно и нам. Если мы не покаемся в каком-либо грехе, вы знаете, кровь Иисуса не сможет покрыть этот грех. Кто-то за нас после смерти не сможет замолить этого греха. Мы с вами должны покаяться. И в том, когда мы потеряли первую любовь, мы с вами, лично я, каждый, сидящий в этом зале, он должен покаяться перед Богом. Если не будет этого покаяния, не будет продвижения вперед, кровь Иисуса Христа не сможет покрыть этот грех. И Бог советует этой церкви покайтесь. Вот что вы должны сделать. Покаяться. И далее не только покаяние, не только, братья и сестры. Я не хотел бы, чтобы мы уподобились каким-то другим людям, которые только совершают покаяние, но не оставляют грех. Есть такое учение, когда человек покаялся и от Пасхи до Пасхи и живет, как попало, опять покаюсь на Пасху. Да, покаяние имеет ключевое значение, но очень важно приложить старание, чтобы оставить это, оставить этот грех. И здесь Бог говорит, покайся и твори прежние дела. То, что ты раньше делал, вот это дело, к этому стремись. Держи вот это направление, твори те дела, которые ты творил тогда, когда имел эту первую любовь в своем сердце. Поэтому пусть Бог каждому поможет, не только покаяться, не только, братья и сестры. Я еще раз скажу, это имеет ключевое значение в жизни верующего человека. Но надо творить, творить прежние дела, жить свято, жить по Писанию, доказать свою любовь к Богу исполнением Слова Его, исполнением заповеди Его. Вот так мы докажем свою любовь к Богу, что мы Его любим. Он наш Господь, и это очень важно. Конечно же, Бог здесь подчеркивает, что если даже христианин не станет совершать покаяние, не станет творить прежние дела, вы знаете, есть приговор Божий. Я не хочу ни на кого-то морально воздействовать, нет, но об этом говорит Слово Божие, что приду и сдвину светильник Твой с места. Я бы не хотел, чтобы кому-то из нас эти слова звучали. Они строгие, они обличающие, но Бог дает выход. Если вы находите, что потеряли эту любовь к Богу, если вы находите, что вы стали просто теплыми христианами, религиозными, есть выход у Бога. Бог на нашей стороне. Я верю, что Бог обязательно поможет нам любить Его так, как Слово Божие говорит. Но от нас требуется сделать эти шаги к Богу, сделать это направление к Господу и сказать Богу, Господь, я виноват. Я не хочу так жить. Я не хочу так поступать. Я хочу все, что бы я не делал, делать прежде всего с любовью к Тебе. Я люблю Тебя. Вот поэтому я это делаю. Я не могу иначе, Господь. Ты так много сделал для меня. Ты так много дал мне. Поэтому я это делаю. Поэтому пусть Бог поможет нам, братья и сестры, любить Господа всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей, всем размышлением, помышлением, своим разумом своим. Пусть Бог даст нам этой мудрости и силы. Богу очень приятно будет, если мы будем исполнять вот эту заповедь Божию, которая наибольшая в этом мире и блажен тот человек, который исполняет ее. Давайте мы еще раз склоним колени перед Богом и попросим прощения там, где мы не проявляли любовь к Богу и попросим, что Бог наполнял наше сердце любовью. Молимся. 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 Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Ты доказал ее на деле. Ты отдал своего Сына. Единородного, который пошел на Голгофу, умер, воскрес и сегодня ходатайствует за нас. Господи, слава! Слава Тебе за то, что Ты являешь свою любовь к нам во всем, абсолютно во всем, в каждом служении, в нашей жизни ежедневной, даже тогда, когда Ты наказываешь нас, Ты проявляешь в этом любовь. Господи, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, и там, Господь, где что-то мы делали без любви. Прости ты нас, Господь, Господь, прости, может быть, кто-то потерял первую любовь, Господь, помоги возвратиться, помоги, Господь, и бить эту любовь к Тебе, к труду на Ниве Твоей. Господь, Господь, благослови народ свой, благослови церковь, наполняй наши сердца, все наше естество любовью к Тебе. Господь, мы любим Тебя, Дух Святой, мы любим Тебя, в нашем сердце есть желание подчиняться Тебе во всем, Господь, мы благодарим Тебя, мы благодарим за каждое собрание, мы благодарим Тебя, и за этот воскресный день, за это собрание, благослови и дальнейший ход этого собрания, мы в руки Твои святые отдаем все это служение, руководи и нашими хористами, и тем, кто будет проповедовать, руководи, Господь, да будет Твое имя благословенно, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Сына и Духа ПЕСНЯ 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 Слава Богу! 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 8 стихи. «Сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо касав у хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь так, как благодеющая рука Бога моего была надо мною». Прочитав этот текст, я хочу сказать слово на тему «Я помолился Богу Небесному». Вы понимаете, что название этой проповеди говорит о молитве. И смысл всего, что мы будем слышать, заключается в том, как было у Неемии, чтобы, когда мы молимся, произошло то, что у него. «Я помолился Богу Небесному, и благодейшая рука Бога моего была надо мною». Итак, начало. Когда что-то происходит неожиданное в нашей жизни, замечаем ли мы, братья и сестры, какая у нас первая реакция? «Неемия был винночерпием у царя Артаксеркса, подавал ему, как обычно, вино для питья. И царю показалось, что он печален лицом, и когда он задал этот вопрос, деваться было некуда, он признается, что да, это так, и рассказывает причину. И вот тут царь ему задает вопрос, это в 4 стихе, «Чего же ты желаешь?» «Ты рассказал мне ситуацию, ты печален, но чего ты желаешь?» Братья и сестры, вот прежде чем ответить царю на его вопрос, «Чего я желаю?» «Неемия помолился Богу Небесному». О чем он молился? Он помолился о мудрости, что сказать? И он помолился о помощи, чтобы царь благоволил к нему и дал ему соответствующую помощь. Дорогие мои братья и сестры, я еще раз повторяю, «Когда мы стоим перед решением какого-то важного дела, скажите, пожалуйста, еще раз, какая наша первая реакция?» У Неемии это была спонтанная молитва. Спонтанные молитвы – это такие, когда готовится некогда. Когда критическая ситуация, нет времени для длинных молитв, нет времени для того, чтобы преклонить колени и молиться. Вот в этот момент, когда тебя застает ситуация врасплох, когда нет времени молиться, когда критическая ситуация, ты только можешь молиться внутренне сердцем. И только мысли, как молнии, пронизывают твой разум. Я вам скажу, что эти молитвы в большинстве случаев исходят из сердца, и они достигают Бога, но при определенных состояниях. У Неемии эта короткая, спонтанная молитва была услышана. Я приведу несколько примеров. Это случилось в жизни моего брата, когда он еще был молод, работал на работе, на железной дороге. И однажды он командовал разгрузкой и погрузкой разных товаров, которые привозили машины. Он стоял на низу и командовал этими машинами, которые приближались к эстакаде, и однажды зазевался попросту. И когда он пришел в себя, между эстакадой и бортом машины оставалось где-то 50, максимум 70 сантиметров. Машина двигалась к эстакаде задом, водитель не видел. Уже молиться долго не было времени. И он рассказывал, «Все, что я успел, я крикнул, Господи! А спаси не было когда! Какая-то неведомая сила, говорит, повалила меня на землю, в это время борт ударился об эстакаду». Все, кто видели вот эту сцену, смотрели за колеса автомобиля и потом спрашивали, «Степа, ты живой? Вылезай в живой!» Короткая, спонтанная молитва. Не было когда молиться. Еще один пример. Я рассказывал о нем неоднократно, возможно, в одном из домов молитвы города Риги люди свидетельствовали о том, как они пришли к Богу. Вот вышла девушка и рассказывает, «Я занималась парашютным спортом, прыгала с парашютом. Однажды прыгнула, парашют не раскрывается, дополнительный не раскрывается, и лечу и думаю еще несколько мгновений, и кровь, и грязь от меня. А жить так хочется!» И в этот момент «Господи, спаси!» Вы представляете, это короткая критическая молитва. Она имела результат непосредственной близости от земли. Сколько можно, чтобы сохранить жизнь человеку? Оба парашюта с треском раскрываются. Она побилась, поломалась, но жива. Говорит, «Я знаю! Бог есть!» Он ответил на мою молитву. Дорогие братья и сестры, это очень часто случается с людьми. Некогда готовиться к молитве, это бывает с верующими, и бывает с неверующими. И Бог дает свою милость. Когда некогда молиться, а вот молились, короткой молитвой, немногословной, и очень чудесный результат. Так было и с Ниемией. Но когда мы читаем эту историю все вместе, я не читаю от начала, чтобы сократить время, то мы узнаем, что Ниемия узнал о трудном положении иудеи и непосредственно города Иерусалима и всех жителей в Иудее и в Иерусалиме. И вот когда эта новость пришла в его сердце, пришла и в его разум, она коснулась его сердца. Он был жителем этой страны, иудеи. Он был выведен в плен. Он переживал за судьбу своего народа, за своей родины, за своего любимого города Иерусалима, Иерусалима, где было святое святых место поклонению Богу. Что он начал делать после этого, когда переживал? Четыре месяца постится и молится. Господи не только переживает, но свою боль, переживание рассказывает Господу. И вы знаете, что в этих молитвах четыре месяца с постом он изливал свою душу перед Богом. Я думаю, интересно будет знать, как же он молился, какое содержание этих молитв было, потому что мы часто оказываемся в подобных ситуациях. У нас не только бывают спонтанные молитвы, но у нас бывает нужда, которая тоже заставляет нас преклонить колени. или мы добровольно преклоняем колени в нужде, или нужда вынудила согнуться этим коленем. Разницы нету. Но мудрость заключается в том, что когда мы стоим перед Богом, очень правильно молиться. И вот как молился Ниемья? Самое первое, он исповедовал грех, исповедовал грехи своего народа. когда мы читаем шестые и седьмые стихи, дома прочитаете, обратите внимание, что он говорил Богу. Дорогие братья и сестры, Ниемья не настолько был грешен, чтобы исповедовать свои грехи, эти грехи, как личные грехи, но он понимал, что ситуация, в которой он оказался, она является следствием грехов отцов, то есть предков, непослушания Богу. Когда они оставили первую заповедь, о которой мы сегодня слышали, что-то другое вытеснило любовь к Богу. И он понимал, что он заложник этого состояния грехов предков. И он начал исповедовать, говоря об этом пункте. Хочу, дорогие братья и сестры, сказать вам верующим или нам всем. Мы очень часто переживаем ситуации, в которых не имеем отношения к тому, что мы переживаем. Или же мы не виновники так правильно того, что мы переживаем. Мы не заслужили. Но почему-то это происходит. Почему? Наши дети бывает переживают что-то, что они не заслуживают. Это бывает, это правда. И вот правильная молитва в этих ситуациях отождествить себя с грехами предков и попросить прощения. Это не поможет предкам. Они имеют сами свою свободную волю. Многие уже помирали, допустим. Но когда мы отождествляем себя с грехами предков и просим прощения у Бога за эти грехи, это помогает нам. Потому что мы пожинаем то, что сеяли наши предки или отцы. Или когда страдают невинные дети, и они понимают уже, что страдают. А за что не знают? Они понимают, что вроде бы по человеческому рассуждению не заслужили этих грехов. Что им делать? очень важно, если известно или неизвестно, отождествить себя с грехами предков, отцов, матерей, дедушек и бабушек и попросить прощения. И попросить прощения. Я помню такой рассказ, когда на молитвенной группе у одного молодого человека были припадки. молились и не было ответа, результата, то есть припадки не оставляли его. И было откровение. Почему это пришло? Уничтожение нации, одним словом, было сказано. Я к этому не имею отношения, я молодой, ему только после 20. Но когда он приехал домой и рассказал, что произошло на молитве и рассказал это откровение, то родственники сказали, что дедушка участвовал во время Великой Отечественной войны в уничтожении евреев. И легло проклятие на потомков и вылилось для этого молодого человека припадками, приступами припадков. Вы представляете, молодой человек ни при чем, но ему почему-то пришлось терпеть это. Не разрушено это проклятие, не исповедан этот грех. Братья и сестры, когда мы читаем Священное Писание, можно 50 на 50, я вам точно скажу, оправдать вот то, что вы слышите, в одну сторону или в другую. Но я не только теоретик Библии, но я еще и практик. И потому говорю то, что я вижу, то, что я знаю в своей практической духовной жизни или в служении. Поэтому первым моментом очень важно исповедовать грех или грехи. Итак, покайся, а иначе что будет? Сдвину светильник твой с места. второе, что делал Неемья в молитве, он напоминал Богу о его слове. Что мы делаем в молитве, когда нас застигает какая-то ситуация? Мы начинаем часто жаловаться со слезами Богу, рассказывать о том, что с нами происходит, а что с нами сделали люди, а какая наша невыносимая ситуация и так далее и тому подобное. Вместо того, чтобы прийти к Моисею и рассказать о своих проблемах, израильтяне приходили и жаловались на свои ситуации и жаловались на Моисея и упрекали его и так далее и тому подобное. Братья и сестры, у Нееми так не было. Он напоминал Богу о Его Слове. Братья и сестры, когда у нас есть какая-то очень трудная ситуация, и мы молимся и постимся, нехорошо жаловаться Богу, рассказывать, что с нами происходит, ведь очи Его обозревают всю Землю, всю Вселенную, и еще нет мыслей на языке нашим, когда Он знает сокровенное состояние нашего сердца. Что же нам делать? Очень важно найти то, что говорит Слово о нашей нужде, о нашей ситуации и указать Господу вот на это Слово. Я прихожу к Тебе не потому, что у меня трудно, да, это правда, но я прихожу к Тебе во имя Твоё, во имя того, что Ты сказал о моей ситуации. Это будет правильно. Вы знаете, братья и сестры, в жизни вот так бывает, что мы не всегда ориентируемся в этих вопросах. Я хочу напомнить, вот за этой кафедрой стоял Петр Иванович Гайдич. Он рассказывал о своей болезни о гниении почек по-народному или о диффузном гломеролонефрите почек. Ему оставалось 12 лет, так предсказали врачи. Время это пришло, когда надо было расстаться с жизнью. И он уехал к матери, взял для того, чтобы отключить сознание на время алкоголя, еще что-то. Мама ему все время твердила, сыночек, ты только переступи порог молитвенного дома. Что было у нее на сердце? Как у каждой матери, она хотела и на сердце было, чтобы он оставался жив, живой. Но самое главное, она хотела, чтобы он получил спасение. Она смотрела на него кожа до кости. Кому тут оставалось жить, но она понимала, что он не спасенный. И она подтвердила, сыночек, тебе надо покаяться. Тебе надо покаяться. И зажатый болью, с одной стороны, другой, мнением матери и желанием и просьбами, какие эти верующие фанатики, он думал, и движением Божиим, вот в этих двух направлениях, это Божье было действие. Он согласился переступить порог молитвенного дома. И вот когда он собирался уже переступить, зайди в дом, мама ему сказала, слушай, сынок, ни слова о болезни, ни слова о болезни, о чем? Господи, спаси, чтобы получил спасение. Вы знаете, что вот эта деревенская женщина, она имела мудрое сердце. Она не говорила об исцелении. Для нее важнее всего было, чтобы ее сын был спасен, чтобы ее сын, если останется живой, славил его. И она потом говорила, что если исцелишь, дай обещание, буду служить тебе. И он так и молился. Дорогие мои христиане, братья и сестры, все, кто меня слышит, подумайте, в критических ситуациях, когда мы постели в молитве, что мы делаем? в наших молитвах, что мы говорим Богу, что у нас на сердце, что у нас в разуме? Иногда в понимании верующего человека посты, молитвы это рычаги, которыми можно повлиять на Бога. И усердно постимся, и усердно молимся, а эти рычаги ничего не дают, потому что на Бога никакие рычаги не влияют. Не влияют. А что же влияет? А влияет на него вера и вера в его слово. И когда мы начинаем исповедовать, говорить Богу об этом слове, его сердце умиляется не постом, а он верен своему слову, потому что он навеки утвердил его на небесах. третий, что делал Немия в молитве, говоря в молитве слова Бога, он выражал заботу о славе Божией и его замыслах. Он хотел, чтобы осуществилось не его только желание, восстановлен был Иерусалим и иудея, и лучше стало жить иудеям, но чтобы вот в этом Божье желание явилось, осуществился замысел Бога для Иудеи и Иерусалима, вот прежде о чем он молился. И дальше он ходатайствовал о детях Израиля, об израильтянах. Если мы хотим, братья и сестры, чтобы наши ходатайственные молитвы, или когда мы в нужде, были услышаны на небесах, не думайте, что вы начнете поститься, плакать, привлечете других людей, постей и молитвей, что-то произойдет. Налицо многие такие молитвы не уничались успехом. То, что происходит в нашей жизни, через наши обстоятельства, это иногда является следствием за прошлое, неправильное перед Господом, с которым надо расстаться, или возможно испытание, как ты поведешь себя перед Богом, что будет на первом месте? Твоя жизнь, твои отношения с Богом, угодить Ему, или остаться живым, остаться в благословении, во что бы то ни стало, а там уже как будет, ну, лишь бы остаться живым, а там посмотрим. Многие так и двигаются. Не должно так быть. Дорогие братья и сестры, еще об одном я хочу напомнить. Я говорил о спонтанной молитве и молитве, когда Ниемия оказался в нужде. Но есть еще одно состояние тоже касается молитвы. Это привычка часто молиться в течение дня. Почему это надо? Потому что мы зависимы от Бога. Не дай Бог оставить Бог хотя бы на секунду, что с нами будет. Кто еще силен, кто еще бодрый, молод, он не думает об этом. Когда люди уже переживают несколько десятков лет, пять, шесть десятков за своей спиной пережили, они все чаще думают об этих вещах, что будет с нами. Почему? Потому что незаметно подводят к этим размышлениям обстоятельства. Сила уже не та. Начинаем часто охкать, ахкать, почаще навещаем своих участковых врачей или специалистов конкретных. Напоминание об этом, что мы зависимы от Бога. Бог дал жизнь, и однажды Он скажет, как говорит своим детям, взойдите, сыны человеческие и дочери, позовет к себе в вечность. Это касается детей Божьих, кто верует в Господа. И неверующие тоже расстанутся со своей жизнью. Но куда будет восходить или нисходить их душа? Это хороший вопрос. Сегодня на этом богослужении вам надо подумать. Те, которые еще не обратились к Богу, не признали Его своим личным спасителем и господином, вам надо подумать об этом. Любовь к Богу это выше всего. Все временное молодость уйдет. Я не раз говорил, когда я думал с позиции 60-х годов, 2000-х год, это ж так далеко. Слушайте, 2013-й год, уже сегодня я живу. если бы мне показали в 60-е годы, как я буду выглядеть в 2013-м году, я бы не поверил. И что я буду переживать и ощущать, точно не поверил бы. Я не готовился к этому, а вы скажите, готовились никто. Это приходит неожиданно, и потому нам надо не пренебрегать Господом Богом, молиться Ему, познакомиться сначала, посвятить Ему свою жизнь, и тогда это будет правильно. В любое время ты можешь рассчитывать на помощь и поддержку Божию. Нам необходимо Его присутствие. Как мы можем достигнуть Бога? Только в молитве. это та частота, это те радиоволны, в кавычках, которые достигают третьего неба, которые касаются слуха Господня. И надо молиться. И научиться не тогда молиться, когда ты зажат, уже тупик, угол, дальше некуда, но молиться, когда ты еще здоров, и ты преклоняешь колени сознательно, и говоришь, Господи, я так благодарю тебя за то, что ты дал мне жизнь, исполняясь духом, говоришь, фромена гэйт фаллэс мэгайла, лю гэстон томэн вин мэйта, и я во всякое время буду славить тебя, потому что ты Бог мой, ты моя сила, ты мое утешение, и когда придется расстаться с землей, неважно, как это будет происходить, я буду держаться тебя, буду держаться тебя, вот это умиляет сердце Бога, это ничто другое, можешь забыть свои эти молитвы заученные, когда ты приходишь потому, что надо, приходишь к Богу, я имею ввиду, забудь это, это хорошо, но недостаточно, когда ты стоишь перед Богом, понимая, что Он Творец, а ты Его Творение, Он Отец, а ты Его Дитя, вот это правильно, когда ты идешь к Богу, не только первое поприще долга, что чаще мы делаем, но поприще любви, когда мы шагаем через не могу в любви к Богу, в обстоятельствах и в жизни, это умиляет Бога, вот тогда твои молитвы спонтанные и о нужде увенчиваются успехом. Расскажу еще один пример. Я с одним пастором в России однажды посетил зону зону или тюрьму. Я не знаю, как правильно называть эти вещи, но оказался там, потому что там было 30 заключенных братьев. До этого там был священник православной церкви, он как-то неаккуратно отнесся к этому веровавшим, они задавали ему вопросы, а он не знал, как ответить на них. Они с Библиями сидели. И тогда, когда православный священник был, и когда я сидел, они с Библиями сидели там и задавали вопросы по Библии. Он не смог ответить, расстроился, сказал несколько неаккуратных слов и не поехал. А наш брат-пастор продолжал туда ездить. Ну, а лагерное начальство то знало эту ситуацию. Там же все стоит под контролем. Ну, и однажды выписывает пропуск нашему брату и говорит, скажите, пожалуйста, как вот вас понимать? Вы оба священники. Тот приезжал на тракторе Беларусь, а вы приезжаете, ну, а второй один приезжал на тракторе Беларусь, а другой приезжает на иномарке, имея в виду его. Я, говорит, сжался внутри, Господи, что сказать? И вдруг я ему, говорит, выдаю, как молния ответ. Вы знаете, что когда человека посылает Бог, то он ему не только иномарку, но и огненную колесницу посылает. Но когда человек едет сам, то едет на чем приходится, даже на тракторе Беларусь. Тот закрутил головой, ни слова не сказал. И рассказывая мне об этом, он сказал, я никогда бы в жизни такого не придумал. А почему такое получилось? Вы знаете, что, братья и сестры, когда имеем мы практику ежедневно многократно общаться с Богом, мы выработали себе привычку такую, то Дух Святой непосредственно начинает действовать в нашей жизни. И мы получаем такие ответы. Удивляешься сам, как ты мог такое сказать? Правда, это ж искренняя и истина. Если такой молитвы нету, тогда такого в нашей жизни можно и не ожидать. Итак, говоря о неемии, братья и сестры, рассказывая об этой ситуации, я упомянул три рода молитв. Спонтанная молитва без подготовки, молитва по нужде или в нужде, когда мы оказываемся, и привычная молитва просто и одной, и второй, и третий. И нам надо молиться такими молитвами. Я вам скажу, когда есть привычная молитва, каждый день многократно взывать, может быть, пару слов, пару мыслей между делом, но искренне, тогда, когда застанет себя нужда, когда прижмет себя ситуация в углу, твоя критическая молитва будет услышана. Давайте будем учиться так молиться. Немья сказал, «Я помолился Богу Небесному», и в 8-м стихе написана последняя фраза «Благодеющая рука Бога моего было надо мною». А что ж такое «Благодеющая рука Бога моего»? Вы знаете, что это такая ситуация, когда ты начинаешь первое осуществлять замыслы Божии. Бог задумал восстановить после наказания Иудею и Иерусалим. Бог восстановит и тебя, и твою семью после соответствующих переживаний. Если будешь так молиться. Второе, Бог направлял его что делать, чего желать, что просить, и прочитайте эту ситуацию, очень интересно, что просил, все гладко получал ответ и у людей от Бога. Третье, давал ему свою милость и помощь. Если есть милость Божия, есть милость на исцеление твое, но милость это, знаете, что незаслуженный подарок. Это не то, что мы заработали своими усилиями, даже постоем и молитвой. Это подарок. Ранами его вы исцелились. И подарки не выклянчивают. И подарки не зарабатывают. Подарки берут. Просто надо взять. Вы знаете, братья и сестры, учусь сам это делать и учу всех слушающих меня брать подарки от Господа. Благодеющая рука будет над нами. Слава Господу! Но не думайте, что материальные подарки. Не хочу. Меня Бог благословил и так. У меня хватит, да моего сносить не сношу еще, наверное, те костюмы, которые есть. Слава Богу! Милость и помощь. Я это переживал не раз и это видел и помню с детства. Что происходило еще с Немей, когда благодейшая рука Бога его была над Ним? Преуспевал в Божьих делах, и Господь был с Ним. Мы многие что-то делаем, у нас так вот внутри заложено. Если Бог дал нам милость, прощение, то мы в ответ и мне, а я тебе. Это такая человеческая логика. Мы хотим что-то сделать. Вы думаете, братья и сестры, это Бога умиляет, что мы что-то хотим делать? И мы часто крутимся как веретено в Божьем служении, в Божьих делах, а толку никакого. Почему? А потому что нет вот этого внутреннего отношений с Богом правильных. Мы хотим ему что-то сделать, ты мне, я тебе по принципу. Не потому, что я расположен тебе, Господи, а потому, что хочу тебя отблагодарить. Это тоже хорошо, но это не главное. Главное, Господи, я люблю тебя. Когда такие вещи происходят, которые происходили в жизни Неми, то верующий человек начинает преуспевать в вере и переходит от веры в веру. Для каждого дела требуется своя мера веры. Нам Бог дал каждому меру веры и достаточно употреблять ее, это как принцип, это как закон, но на малые вещи или на малую веру требуется или идет малый результат, но на большее что-то требуется большая вера. То есть наша вера, мера, которую Бог дал, она способна увеличиваться от того, как мы преодолевали обстоятельства и ситуации раньше. Начинали со слабых, хватило мужества верить в другое что-то посильнее, получили это, хватит мужества поверить еще во что-то большее и сильнее. и наш внутренний человек как и физически накапливает массу мышц становится сильнее. Но для этого надо иметь общение с Богом. Я заканчиваю. Я хочу повторить смысл вот этого слова. Это слова Неемии. Я помолился Богу Небесному и благодейшая рука Божия была надо мною. Пусть, братья и сестры, и наши молитвы Богу Небесному заканчиваются благодейшей рукой Господа в нашей жизни. Аминь. Аминь. После такой проповеди будет хорошая молитва. И мы идем с вами к молитве, дорогие братья и сестры. Будем благодарить Господа за служение. Будем просить у Него в милости на дальнейшую жизнь. Хочу пригласить сюда наперед сестру Надежду Савчик. Если она здесь. Мы желаем вместе с вами помолиться Господу. Она была в гостях у нас долгое время. Рада, что была. Написала записочку благодарности, что смогла вместе с нами разделять радость общения. Но перед уездом мы искренне за нее помолимся. Сестра Надежда, если есть пару слов сказать к церкви, пожалуйста, было им очень приятно. Поднимитесь сюда. Это бывший наш член. Ее дети здесь члены нашей церкви. Слава Богу. Пройдите. Ну и уезжая конечно так хочется еще поднимите им поднимите. Пожалуйста. Я приветствую вас всех, братья и сестры, церковь. Я благодарю Господа за это время пребывания в своей церкви родной. Я очень довольна и благодарна Господу за это бласловенное время. когда я была в общении с многими братьями и сестрами в молитве вместе молились, славили Господа. Благодарю, что Господь даровал мне это время, эту возможность и хочу, чтобы вы благословили меня и помолились за меня, за мой перелет. Я обратно уже улетаю в четверг и и хочу благословить вас всех. Я вас всех помню и люблю и смотрю по интернету, по видеокомпьютеру все наши служения. Вместе с вами молюсь и радуюсь. Очень довольна и люблю свою церковь. И благословляю я вас всех именем Господа Иисуса Христа, чтобы вы всегда были с Господом и Господь был с вами. Прошу помолитесь за меня также, за мой перелет. Прежде нежели мы помолимся, давайте мы передадим привет. Пусть везет. Сколько самолет возьмет, столько и увезите, пожалуйста. Завезут всех. Давайте скажем, просим. Три, четыре, просим. Вот сколько приветов. приветов. Садился обязательно. Хорошо. Немножечко в сторону. Встаньте, оставайтесь здесь. Туда немножечко в сторону. Мы помолимся за вас. Дорогие братья, сестры, в этой молитве мы желаем помолиться о людях, которые в нашей церкви сегодня находятся, которые желают прежде всего открыть сердце для Господа, как своего личного спасителя, помолиться молитвой покаяния. Сегодня говорилось о покаянии. Безусловно, за мертвых людей мы не будем молиться и не отмолим мы их, но живые люди должны идти к Господу с искренним глубоким покаянием. Пожалуйста, если есть в нашем служении люди, которые чувствуют в сердце своем грех, чувствуют вину перед Господом Богом, вы можете пройти и церковь совершит за вас молитву. Пожалуйста, если есть таковые, сделайте шаг сюда наперед. Хочу еще пригласить именинников. Если есть в этом служении люди, которые желают поблагодарить Господа за прожитые годы, пожалуйста, вы тоже можете пройти, немножечко отдельно можно стать чуть-чуть, и мы вместе с вами поблагодарим Господа за то, что Бог продлил дни вашей жизни на этой земле. Друзья, можете пройти, у кого есть переживания, утраты, может быть, ваше раненое сердце, и вы не знаете, как избавиться от этой сердечной раны. Есть такие моменты иногда в жизни людей, кто исцелит, кроме как Господь. Друзья, к Богу надо спешить, Он врач нашей души, и за это слава Ему. Мы будем молиться Господу. Буду просить, кому возможно, давайте склоним колени свои, молитвы, благодарности перед Господом принесем слова сердечные свои. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...